Добрый день, дорогие друзья! И сегодня я отвечаю на те вопросы, которые пришли после выпуска двух основных роликов, которые зацепили всех тех, кто занимается магией, саморазвитием, состояниями, измененными состояниями сознания и так далее. Спасибо за вопросы, потому что реально вопросы бы приходили очень хорошие. Я даже не ожидала, что будет такое. Например, первый вопрос, который мне очень понравился, по состоянию отрешенности. Человек спрашивает, где в шкале Хокинса находится состояние отрешенности. Абсолютно грамотный вопрос. Точно так же, как в шкале Хокинса нет состояния наблюдения, нет состояния активного участника игры, также там нет состояния отрешенности, потому что в состоянии отрешенности можно выходить из любого состояния. То есть, если вы выходите из низкочастотных состояний, у вас один результат. Если вы выходите из более высокочастотных состояний, у вас второй результат. Чем выше ваше состояние, тем более интересным получается ваш выход и ваши результаты, ваша цель тогда быстрее достигается. Ведь вы же зачем-то выходите. Второй вопрос. Шаманы Якутии не использовали лианы? Это к вопросу, я так понимаю, о ауяске, о яхуаске. Как тогда они обходят химию тела, мелатонин, ДМТ? Смотрите, там немножко другой механизм химии тела работает. Там работают серотонины ДМТ. То есть, шаманы Якутии используют все равно трансовые техники, но они не используют стимулятор для выработки ДМТ в виде мелатонина. Идет немножко другая гормональная реакция. Но, в принципе, тоже химия тела и, в принципе, очень близкие результаты. То, о чем я говорила, это просветление. Почему тогда открыто не используют этот термин? Не использую. Я не просто так отослала вас к книге господина Страсмана, чтобы вы ее почитали. ДМТ-молекула от духа. Там подробно описывается и об опытах просветления, и об опытах, личных опытах трансперсональных участников этого эксперимента. То есть, там были люди, которые достигали этого состояния. И там были люди, которые, наоборот, в дальнейшем сваливались в какие-то эксперименты над собой и постепенно уходили в наркотическую зависимость. То есть, результаты были абсолютно разные. И самое интересное, что на это влиял даже социальный статус человека. То есть, очень интересное исследование. Имеет смысл просто ознакомиться, чтобы я этого дела не пересказывала в ролике. Что касается состояния просветления. Понимаете, когда у нас оно настолько мистифицировано, и считается, что только... Там оно вообще пришло из буддизма, если верить в Википедии. И считается, что люди, которые достигают этого состояния, они там чуть ли не уходят из круга инкарнационного. Я к этому немножко не так отношусь. Я считаю, что очень много написано фантазий и придумок. То, что у человека может подняться энергия, и он может прожить экстатические состояния, единение с Богом, выхода в свой внутренний свет. Это, по сути дела, доступно абсолютно любому человеку, абсолютно в любом месте, когда у него срабатывает определенная реакция. Химическая в теле, духовность, потребность и так далее, задачи. Там целый комплекс мероприятий. И у человека это получается. Иногда случайно получается, есть случай, описанный случайно. Иногда это получается целенаправленно. Но в любом случае это не делает человека особенным. У человека меняется осознанность, у человека меняются взгляды на жизнь. Человек успокаивается. Он понимает, что спешить ему уже некуда. Сказать, что он целиком выходит в наблюдение, как это описано в той же Википедии, о том, что он должен выйти в определенное состояние и жить в вечном наблюдении. Я тоже в этом не верю. Человек все равно будет сохранять и игру, и наблюдение, и осознанность. Иди гуляй, мое солнце. То есть придумано очень много, но у каждого этот опыт индивидуален. Я за то, чтобы каждый человек, каждый человек стремился к своему трансперсональному опыту. И только для него он будет правильным. Вы понимаете, даже мы начали первые эксперименты с измененными состояниями сознания, и они говорят, что абсолютно каждый человек абсолютно по особенному пути, по особенному маршруту выходит в измененное состояние сознания, выходит, подключается к информационному полю. Сложнее всего выйти человеку за себя. Но здесь уже идет личный опыт. И чем больше у человека личного опыта, тем больше о каких-то вещах он может говорить. Брать и переписывать чужие придуманные вещи, и говорить, что вот там прав Будда или прав еще кто-то. Никогда я не проживу опыт Будды, потому что был Будда, было его дерево, был его опыт. У меня свои опыты. Но я в своей жизни очень много экспериментов ставила над собой. И много куда ездила, много в чем участвовала. Поэтому, понимаете, имеет смысл все-таки заниматься собой, а назовете это вы потом просветлением, или вам озарение стукнуло в голову, у вас вдруг восприятие поменялось, и какие-то вещи вам открылись. Или еще, ну, все равно жизнь от этого не заканчивается. Вы остаетесь в физическом теле, вы остаетесь жить, вы остаетесь воспринимать этот мир таким, какой он есть. И каждый человек после определенного своего трансперсонального опыта воспринимает его по-разному. А как он назовет этот опыт? На мой взгляд, сейчас слово просветление сведено больше к понтам, нежели к результативности. Еще один вопрос. Можно ли учиться у меня онлайн, работать со мной по скайпу? Смотрите, информации я очень много выдаю бесплатно в эфир. За ней ехать ко мне вообще не имеет смысла. Смотрите ролики, их много. Они даются по мере, вот как вы можете съесть. И каждый может определить. Вот может он больше, значит съедает больше. Может меньше, съедает меньше. Может вернуться в любое время. Поэтому я и пишу частями в потоке. Вот поток как-то отводится, где-то там 16-20 минут, да. И все ролики примерно идут в одном и том же формате. Когда я чувствую, что поток заканчивается, я отключаю камеру. Вот, поэтому я знаю, что это будет работать у людей. Вот, поэтому смотрите, за информацией ко мне приезжать вообще не имеет смысла. Это выброшенные деньги и потраченное время. А самое ценное, что у нас есть в этой жизни, это время. Вот. Со мной нельзя заниматься онлайн по скайпу по одной банальной причине. Если вы уже ко мне приезжаете, то это будет работа в определенных измененных состояниях сознания. Это будет определенное якорение, когда вы будете растрансовываться и выходить сами в определенное состояние сознания. Но понимаете, онлайн или по скайпу у вас работают два канала восприятия. Аудиальный и визуальный. Но когда вы приезжаете и работаете живьем, наши тела на автомате подстраиваются. И подстраиваются по всем шести каналам, включая вестибулярный аппарат. И видите, какая разница? Там получается, состояние будет искаженным. Если идет живое обучение, идет живое обучение, тогда идет полное обучение. Поэтому каждый волен сам выбирать, что ему в этой жизни надо. Следующий вопрос. Хочу принять участие в экспериментах, хотя бы просто посидеть и посмотреть. Вот этот вопрос достаточно распространенный. И звонят, спрашивают, и пишут, спрашивают. Вот просто прийти во время экспериментов, это будет помеха. Там собираются люди, достаточно прокаченные, и приходят люди только те, которые в этот день будут участвовать в эксперименте. И потом в дальнейшем идет обсуждение того, что получилось. Я не все выкладываю в интернет. Часть экспериментов, где человек не вышел за пределы себя, я вообще не выкладывала. Например, очень хорошая была психотерапевтическая работа с архетипами, но она не дает выхода за пределы себя. Если нет выхода за пределы себя, то не имеет смысла. А психотерапевтических приемов может быть много. Таро, архетипы и так далее, это всего лишь одни из. Причем более экстрасенсорные. Есть еще более медицинские приемы. Поэтому я бы не хотела, чтобы приходили люди просто так сидеть и смотреть. Все можно увидеть в интернете. Но с другой стороны, я бы хотела привлечь тех, у кого есть опыт получения объективной информации в измененных состояниях сознания. У кого есть выходы в информационное поле, общие, под запрос, под задачу. И неважно, вы ходите вы через ангелов, через ченнелинг, еще через что-то. Вот этих бы людей я хотела бы привлечь. И мы бы с вами попробовали. Насколько чисто ваше восприятие. Если оно чистое у вас получается, мы подготовим под вас, под ваше образование, под ваши задачи, под ваше предназначение, вопросы, по которым можно получить, например, изобретательскую информацию и так далее. То есть это все информационное поле мозг человека охватить не может. И у каждого человека есть предрасположенность к какой-то информации. Вот у меня предрасположенность к информации по психотехникам. Я ее и качаю в достаточно большом объеме. Но я не могу качнуть генератор Тесла. Хотя, наверное, как инженер, если углублюсь через какое-то время, я все-таки этот шаг тоже сделаю. Но пока я его не делаю. Есть люди, у которых есть уже моменты общие в предназначении, которые могут, вот уже готовые прийти и тоже поучаствовать. Поэтому я буду благодарна, если такие люди найдутся и если такие люди примут участие в экспериментах. Приезжать придется в Минск. Мы к вам не поедем. Вся тусовка здесь. Тусовка готовая. Тусовка прокачанная. Тусовка, которая разбирается в теме. Я не одна такая в Минске. Еще один вопрос. Я выдала много информации, но она бесполезна. Когда есть только инфа о состояниях, но нет технической базы. Что делать в состояниях? Тоже хороший вопрос. На самом деле человек, значит, начал заниматься. Потому что если такой вопрос пришел, значит, человек столкнулся с тем, что ты выходишь в состоянии и начинаешь тупить. Если у тебя не работана техническая база, не наработана, то ты ничего не можешь. А что надо для того, чтобы мочь обладать определенным количеством психотехник? Смотрите, я не обучаю психотехникам. То есть есть базовые психотехники, которые уже используются при обучении у меня. То есть они идут на автомате, и вы какую-то часть оторвете. Но есть целые блоки готовые. Например, тот же тета-хилинг, тот же РПТ, те же энергетические практики. Есть очень много таких. Я даю базовые вещи, те же энергетические практики, они где-то перекрываются методом Бронникова. То есть я базу все равно выстраиваю. Но есть расширенные технические вещи. Технические вещи расширенные, имеет смысл брать у тренеров. Вообще, я бы все семинары и тренинги, которые имеет смысл проходить, разделила бы на три группы. Первая группа – это семинары проживания, когда вы растрансовываетесь и решаете свои личные вопросы. Убираете личные привязки, прорабатываете эмоции, сливаете эмоциональный спам, убираете весь мусор из головы и так далее. Такое сразу деструктивное программное обеспечение. Это первый тип семинаров, это семинары проработки себя. Каждый здесь может подобрать свои семинары, но надо быть аккуратным на этом пути, потому что очень жестко на этом пути попадаются секты. И те, кто сразу на якорь человека ставит и говорит, что потом надо служить гуру, надо служить мастеру и так далее. Как только кому-то служить – до свидания. Goodbye, my love. Вот это семинары проживания. Просто выбирать качественный вариант, качественного тренера. Любой семинар проживания должен идти в индивидуальном варианте. Это значит, даже если группа будет, она будет человек 10-15 максимум, на большую аудиторию такие семинары неэффективны. И тренер должен быть достаточно профессиональным еще психологом или психотерапевтом, чтобы достаточно качественно подобрать техники и выковырять тараканов из головы. Это проживание. Второй тип семинаров я бы назвала семинарами-техниками. Когда вы приходите, это тоже берется в варианте проработки на себе, но это уже отработка конкретной технической базы. Вот вы пришли, отработали эту техническую базу, и у вас уже есть. Вы смотрите, этот инструмент я смогу соединить с этим, потом вот с этим, и получу на выходе это. И потом в определенный момент вы сможете техники придумывать сами. То есть, когда у вас наступает время чек, когда вот снежный ком подкатывает, и вы понимаете, у вас техник очень много, теперь вы можете компилировать, соединять и валить дальше, делать свое. Вот, вот до этого, до этой части имеет смысл отдельно обучаться технической базе. И есть третий тип семинаров. Это семинары, когда вы чувствуете, что вы хотите стать тренером, вы хотите кого-то обучать. Вот это самый сложный, на мой вид, на мой взгляд, тип семинаров. Почему? Потому что туда приходит очень много людей, у которых в предназначении вообще нет, проводить семинары. А если нет в предназначении, значит, нет и в жизни. Нет и в жизни. И тогда человек тратит время зря, только тупо для того, чтобы заработать деньги. А деньги в этом случае будут даваться очень тяжело, потому что деньги легко даются в том случае, когда вы идете по своему жизненному пути и выполняете свои жизненные задачи. Не важно, какие. Сапожник должен шить сапоги, портной одежду, и все профессии одинаково важны. Тренер, тренер ничем не выделяется. Просто это в последнее время стало как-то дико популярно, и очень много людей сюда ломанулось, людей безграмотных, и иногда смотришь, что делается на рынке. Но это тоже надо пережить. В любом случае, это масса, которая пришла сюда, она пришла для того, чтобы разбудить большое количество людей. Поэтому хотите, чтобы информация была полезна, тренируйтесь все через себя. Никуда от этого не деться. Я не могу быть и чтецом, и женицом, и на дуде, и грецом. Я даю свои вещи, достаточно узкопрофилированные. А если чего-то у вас не хватает, значит, добирайте на стороне. Если доверяете моему вкусу, значит, можете посмотреть, какие тренера, с которыми я сотрудничаю, и можете, они работают в других городах, и в России, и в Израиле, и в США, и где только нет людей, с кем мы сотрудничаем. Пожалуйста, обращайтесь к ним, съездите к ним, пообщайтесь там. Не все обязательно в Минске. Многие тренинги уже давно не проходят в Минске. А при этом люди работают, и я знаю, что это качественный человек, можно штамп ставить. Он классно работает. Вот, это пока те вопросы, которые, кроме магии, скопились. Будут еще с удовольствием отвечу, присылайте. Еще там были вопросы, на которые я прямо отвечала на Ютубе, поэтому можете посмотреть там. Все, спасибо вам, дорогие, за внимание. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...